Спортивные встречи Китая и России в лице представителей Дальнего Востока стали уже некой традицией. Причем соревнования отечественных и азиатских спортсменов организуют не столько для выяснения сильнейшего, сколько для обмена опытом. Вот и сейчас сборная из Поднебесной целых 10 дней практиковалась бок о бок с приморцами. Заключением таких сборов стала международная матчевая встреча. Когда в Харбине месяц назад был международный турнир, наши боксерши под руководством Шипунова Владимира Владимировича участвовали в этом международном турнире и китайцы изъявили желание приехать к нам. В составе гостей 5 мужчин и 4 женщины. Это первые и вторые номера сборной Китая, среди которых неоднократные победители национальных первенств. Такой звездный состав стал ощущаться с первых же боев, когда наши девушки еле спасались от жесткого напора соперниц. Мне попалась очень сильная соперница. У нее были интересные приемы. Но однако я выиграла. Сама я очень много участвовала в Китае в различных соревнованиях. Меня привезли сюда именно из-за опыта. Здесь, в практике с русскими, к моему опыту прибавилась и техника боя. Приморцы, в свою очередь, смогли противопоставить китайской сборной и своих звезд бокса. Вот, например, Елена Литвинова в прямом смысле слова испытывает на себе азиатскую технику. Чемпионка мира 2015 года может пересчитать свои проигрыши на пальцах одной руки. Увы, но китайские дамы пополнили ее копилку поражений. Ну, бой прошел трудно, так как я, можно сказать, после лагеря не тренировалась, было не было времени. Когда они приехали, у них было то, у них было просто поставлено задача идти прямо, боксировать, без всяких слов, больно, не больно, все. Китайские спортсмены с нескрываемым вниманием все эти дни запоминали секреты советской и российской школ бокса. А приморцы не только получили межнациональный опыт, но и подружились с коллегами из Поднебесной. По признанию самих участников сборов, такие мероприятия и в дальнейшем будут полезны для обеих сторон. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, Новости спорта на восьмом. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, Новости спорта на восьмом.